Здравствуйте! Хочу сегодня предложить вам сплести вместе со мной вот такой вот замечательный браслетик. Я его плела из так называемого риса. Вот такие вот граненые бусинки удлиненные. Длина их 7 мм. Вот эти вот маленькие бусиночки, вот эти вот 2 мм. И вот этот вот замечательный такой золотой бисер, его номер 17059. Плела я на мононите. Она добавляет браслету такой вот как бы жесткости. Если вы будете этот браслет плести, то лучше взять или мононить, или леску 02. На нитки я не советую вам плести. Браслет очень будет такой как бы расхлябанный. Ну и давайте приступим. Я подготовила материалы. Совершенно, конечно, не такие, как я в этом браслете применяла. Не такие они по красоте и изяществу. Но зато будет очень хорошо видно. Вот такой китайский у меня есть рис. Он немножко крупнее, чем этот. Но принцип плетения будет тот же самый. А уж какие вы материалы возьмете, будет уже на ваше усмотрение. Смотрите, первый наш набор идет. Вот. Три рисинки, три бисеринки. Одна через одну. Вот. И мы должны это все завязать в колечко. Ну, колечко можно сделать или просто завязать узелочек, или пройтись по второму разу. Вот так. И опять-таки завязать в колечко. Вот так мы сейчас. Раз. И завязываем наше первое звено. Вот. Сейчас мы вот эту ниточку отрежем, чтобы она не мешала. Вы отрежете ее и подпалите. Я сейчас подпаливать не буду. Вот. Значит, смотрите. Наш тут принцип плетения мы все время, ну, оформляем, будем говорить так, наш цветочек. Серединку и верхушечку. Вот, смотрите. Мы все время будем, если мы определились, что вот это вот будет наша серединочка, здесь мы будем вставлять бусиночку, то вот это вот наш первый лепесточек, это второй лепесточек. Смотрите, какой будет набор постоянно. Одна бисеринка, одна рисинка, бисеринка, рисинка и бисеринка. То есть вот такой вот будет набор. То есть две рисинки и в обрамлении бисеринок. Очень легко запомнить. И смотрите, по вот этой нашей боковой грани, это наша, так сказать, первый лепесточек, мы заходим сверху вниз и у нас появляется с вами второй лепесточек и вот верхушечка цветочка. Теперь мы опять будем с вами плести по второму лепесточку. То есть мы проходим, смотрите, в бисеринку и выходим вот так, не заходя в бисеринку сверху. Ой, извините. Вот. Вышли мы сюда. И теперь набираем опять тот же самый набор. Бисеринка, рисинка, бисеринка, рисинка и бисеринка. Вот опять наш набор. Мы опять, смотрите, у нас ниточка выходила вверх, а мы заходим опять снизу вверх. Вот так. И вот мы сформировали первые наши полцветочка. Конечно, может быть, оно смотрится не так эффектно, но принцип тот же самый. И вот наш первый цветочек. Четыре лепесточка, три сверху рисинки. Ну и сейчас будем оформлять дальше. Значит, смотрите, мы что дальше делаем. Первый цветочек, это он самый трудный. Дальше будет вообще самое легкое, что может быть. Значит, мы выходим вот сюда и набираем три бисеринки, как мы набирали крестик. Ну, уже много раз мы плели в крестик. Смотрите, нитка выходит сюда. Значит, мы с другой стороны заходим в бисеринку и формируем вот такой вот крестик. Это для чего мы сейчас делаем. Сюда мы будем привязывать второе звено, а сейчас нам надо вот оформить вот здесь серединку. Но нам надо сделать это так, чтобы наша иголка шла по направлению вот в эту сторону. Значит, что мы делаем? Мы просто по крестику вот так по кругу проходим. И заходим, вот я вышла из крестика, и заходим в эту же рисинку, которая самая близкая к крестику вот сюда. И дальше мы, если вы возьмете, ну, какую-нибудь бусинку побольше размера, то можно вот не добавлять вот эти бисеринки, которые я сейчас буду добавлять. Смотрите, я добавляю одна бисеринка, одна бусинка и еще одна бисеринка. И, ой, извините, я поторопилась. Значит, нет, мы сначала должны вот эту серединку стянуть, чтобы было более так эффектно. Мы проходим сначала пустой ниткой это все. Вот. А теперь набираем бисеринка, бусинка, бисеринка. И заходим сразу вот сюда, вот в эту рисинку. Вот, смотрите, получился какой у нас цветочек. И здесь мы по крестику не идем в эту вот бисеринку, а сразу, смотрите, проходим вот сюда. Это для чего? Для того, чтобы наши вот эти серединки потом оказались на одном уровне. Мы прошли сюда и зашли вот в верхушку нашего крестика. Вот. Верхушка нашего крестика. И здесь мы привязываем сразу второй наш цветочек. Для этого мы набираем. Смотрите, наш набор теперь будет немножко отличаться от того, что мы делали до сих пор. Одна рисинка, одна бисеринка, одна рисинка, одна бисеринка и одна рисинка. Вот такой вот у нас набор. Значит, смотрите. И теперь мы делаем то же самое, как вязали мы крестик. Нитка выходит вверх, а мы заходим снизу. Вот так. И теперь смотрим, где мы будем делать нашу серединку. Если серединка была здесь, то теперь наша серединка будет вот здесь. То есть с обратной стороны. Мы проходим по вот этой вот рисинке. вот сюда. И чтобы нам плясать опять по боковому лепесточку, мы должны в него зайти. Вот так. И набираем набор, как мы набирали в прошлый раз. бисеринка, рисинка, бисеринка, рисинка и бисеринка. То есть так же точно, как мы делали первый цветочек. Вот. Набрали такой набор. Вот он, наш набор. И проходим снизу вверх, вот этот наш первый лепесточек. И проходим мы теперь опять, мы должны вернуться вот сюда опять в боковой наш лепесточек. То есть мы проходим по верхушечке, заходим вот сюда, но не заходим в бисеринку вот в эту. И опять делаем такой точно набор. Бисеринка, рисинка, бисеринка, рисинка и бисеринка. Опять тот же самый набор. И делаем то же самое. Нитка выходит вниз, мы заходим сверху вниз. Вот. И опять мы должны с вами стянуть серединку. Для этого мы опять выходим вот в эту вот бисеринку, которая у нас будет сюда, мы будем привязывать на следующий цветочек. Так. Набираем раз, два, три бисеринки. Делаем крестик. И по крестику возвращаемся сюда, для стяжки нашей серединочки бисеринок вот этих наших. Возвращаемся. Вот так. Стягиваем наши три бисерины вот эти вот. Из серединки. Ниткой. Теперь берем, набираем одна бисеринка, одна бусинка кругленькая и одна бисеринка. И делаем, опять идем в наш крестик. Вот так. Сразу не... Смотрите, мы идем в крестик, опять сразу мы идем, сразу в боковую штучку заходим. Не возвращаемся сюда и по кругу, а вот сюда в боковую мы зашли. Вот здесь сразу подравниваем. Вот смотрите, мы сплели второй цветочек. Давайте я еще один цвет, этот самый покажу вам, цветочек для закрепления результата. Вот опять мы вышли в наш крестик и набираем наш первый набор. Смотрите, тут всего лишь два набора. Первый набор идет рисинка, бисеринка, рисинка, бисеринка и рисинка. Вот первый наш набор идет две бусин, бисеринки и три рисинки. Вот так вот. И делаем мы вот такой вот в крестик заходим. Определяемся, где будет центр. Вот. Проходим сюда, то есть мы должны выйти в боковую. Проходим вперед до нашего первого бокового лепесточка. Вот сюда. И из него вяжем опять цветочек. Набираем. Следующие наборы такие будут. Бисеринка, рисинка, бисеринка, рисинка и бисеринка. И нитка выходит вверх. Мы снизу заходим вверх. Вот так. И опять мы возвращаемся вот в эту нашу боковую получается рисинку. То есть это наш еще один лепесточек. То есть я сразу поторопилась. Ну ладно. Можно постепенно возвращаться, конечно, по одной. Вот. И мы в нее опять вышли. Вот так. Подтянуть надо. И теперь мы набираем опять наш набор бисеринка, рисинка, бисеринка, рисинка и бисеринка. И проходим по боковой нашей опять бисеринке, рисинке. Ну и вот опять выходим мы сюда и выходим мы туда, где мы будем привязывать наш следующий цветочек. Делаем крестик. И повторяем. У меня уже кончилась нитка. На этом опять здесь мы делаем крестик, возвращаемся, протягиваем и все делаем, как в предыдущих цветочках. Ну, я надеюсь, что мой мастер-класс вам понятен. Плетите с удовольствием. Вот еще раз покажу вам браслет. Может быть, даже давайте вот так. Смотрите, как он красиво блестит. Ну, на этом всего доброго. До свидания. Продолжение следует...